Начинается программа «Особое мнение». Слава Богу, мы в эфире. Три минуты отъела у нас Москва. По техническим причинам коллеги не виноваты. Виноват космос. Мне кажется, запуск кораблей на Марс и Луну, о котором мы говорили в предыдущем часе, в дневном развороте, видимо, как-то помехами действует на наш эфир. Здесь у микрофона Светлана Занько, и эта программа «Особое мнение». И свое особое мнение сегодня высказывает Константин Сичихин, член Общероссийского народного фронта, гражданский активист Константин. Добрый день. Добрый, добрый день. Мы, конечно же, подводим итоги года. Итоги со знаком «плюс» и со знаком «минус» подводили мы и в предыдущем часе с нашими слушателями. Начинали этот час мы с ухода Василия Куприяновича Сураева. И вот до эфира с тобой начали говорить, и ты тоже сказал мне, что для тебя это огромная личная трагедия и события со знаком «минус». Да, да, да. Для меня это огромная трагедия на сегодняшний день. Потеряли замечательного большого человека, который потеряли личность для Кировской области на сегодняшний день, который из руин восстановил завод, о котором заводе знают не только на территории Кировской области, но и за пределом только за счет... Ну, все ездят по России, все знают, насколько прославленная молочка Кировской области. Только благодаря данному заводу, данному предприятию, благодаря Василию Куприяновичу эту молочку знают все. Практически, как минимум, Приволжский федеральный округ, да. И нас знают как молочный край. И тут скрывать нечего, не надо там равняться ни на какие другие сельские территории, и говорить, что это они, да. Благодаря этому человеку мы можем говорить, что нас знают как молочный край, благодаря только этому человеку. Потом, конечно, на его примере подтянулись многие. Но все начиналось с этого человека. И надеюсь, что на сегодняшний день этим не закончится. К крайней мере, мы останемся на том уровне, на котором есть, и нас будут называть молочным краем. И наша молочка будет торговаться во всех регионах, и будет таким качественным, которым она была по сегодняшний день. Мы вспоминали сегодня его и как политика, потому что он достаточно смелый был человек. Да. Ну, здесь говорить можно долго. Василию Куприяновичу, там, его слово, это как слово закон, проще сказать было, да. Он мог выражать свою непоколебимую точку зрения, да, и придерживаться этой точки зрения. Один из таких ярких примеров, сейчас приведу, который, ну, в моей памяти очень сильно отразился, это когда он выходил из партии... Единая Россия. Да, в нашей стране нужно набраться смелости, чтобы публично выйти из Единая Россия. И когда публично он высказался по этому поводу, я лично сам, я присутствовал при этом публичном высказывании, да. Но это было событие тоже. Это было событие, и это событие говорит о его, какой он был сильный, потому что он не побоялся высказаться, не побоялся хлопнуть дверью, проще так сказать, да. И при этом он сказал, что тогда, что его предприятие это самостоятельный орган. Я надеюсь, что его предприятие как самостоятельный орган и останется по сегодняшний день. Да, не стало локомотива, не стало паровоза в этого предприятия. Но если он выстроил, как он говорил всегда, и мне, и всем, что это его самостоятельный орган, как отдельное сердце, которое бьется, надеюсь, что это предприятие и будет биться, И все работники, а это порядка двух тысяч человек, если взять всю область, что они будут работать, получать ту достойную зарплату, которую они сейчас получают, и будут отчисляться те достойные налоги. Но тревожность есть все равно. Ну, тревожность, вы сами понимаете, когда уходит паровоз, локомотив большого предприятия, то, как говорится, всегда у любого работника даже есть страх какой-то там, есть недопонимание, и такая же ситуация сейчас. У многих, можно сказать, потому что за счет этого предприятия очень много подрядных организаций жило, и я там много строителей знаю, которые на этом предприятии работали и работают сейчас, на сегодняшний день. Надеюсь, что вот этот задел, который Василий Куприянович оставил в своем предприятии, да, он сохранится на долгие-долгие годы, и сын... Вот такое пожелание, причем не только семье и управленцам, но и правительство тоже. Здесь в понедельник в интервью Игорь Владимирович Васильев, губернатор Кировской области, тоже говорил, что правительство будет пристально следить за развитием предприятия и не оставит его без внимания в этой сложной ситуации. Константин Сечихин, его особое мнение вы слушаете, у микрофона работает Светлана Занько. Мы с Константином подводим итоги года и называем события со знаком плюс, со знаком минус. Давай с хорошего тогда, сейчас. Ну, хорошая, конечно, это безопасная и качественная дорога, федеральная программа. Вот удивительно тебя это слышать. Вот человек, который всегда критиковал строительство и ремонт дорог в нашей регионе. Мы критикуем подрядные организации, но мы не критикуем саму программу. Программа это спасение, это ниточка для нашей Кировской области, а именно для агломерации города Кирова на сегодняшний день. Чтобы хоть каким-то образом привести в порядок то безобразие, которое творилось годами. То, что у нас по сути не делалось никогда. Если эта программа, она будет существовать, как обещал Владимир Владимирович, до 2025 года, то мы с вами к концу 2025 года должны по крайней мере ездить по идеальным дорогам, как минимум 85%. И надеюсь, что да, мы стартовали, да, были нюансы, были моменты, да, мы ее практически закончили, там, не на все 100%, а процентов, там, на 85, там, у Кирова русская, они подвела, да. Но на сегодняшний день мы понимаем, что я, например, даже увидев те подрядные организации, не говорю уж про московскую подрядную организацию, что, по сути, могу сказать, что в следующий год мы можем и без заезжих гастролеров программу осилить, потому что... Ты сейчас на кого намекаешь? Ну, про ту организацию, про которую неоднократно... Московская компания, которая выиграла большой кусок. Да, артепа, чего тут скрывать-то, тот кусок, который они выиграли. И, по сути, по сути, мы делали своими силами. На субподряде работал ВИАТ «Автодор». Мы делали все дороги своими силами. Практически Киров русская, но материалы все наши. Асфальт, заводы, наша работа. Никто ничего нового не привез. Сколько денег мы подарили у московской компании? Порядка там 300-смиллионов у них контракт был. И, по сути, мы могли это распределить на местные. Да, мы... Мы зато таким образом, мы наконец-то выявили, что у нас есть силы, это внутренние ресурсы в области, это и есть организации, которые готовы работать. Да, они готовы покупать технику, они готовы работать. Я надеюсь, что в следующий год, пусть там... Не сильно сумма-то изменится, там порядка на 100-150 миллионов больше будет. Да, я надеюсь, что в следующий год не будет таких проблем, которые были в этом году непонятны. А уход господина Менькина как-то оцениваешь, с каким знаком? Это дирекция дорожного хозяйства. Человек на сегодняшний день не оправдал те обязательства, которые он всем нам обещал. Он оправдал чьи-то обязательства? Ну, он чьи-то, может быть, да, он чьи-то, может, и оправдал, но наше обязательство человека... Человек, который не держит слово, проще скажу, да. Человек, который говорил, что да, я готов работать там до конца, и на тебе и уходит. Может быть, у него и было желание работать, но он не сработался с новой командой. Я тебе вот что скажу. Когда начинался год, мы звонили в его турфирму, которую он возглавлял в Москве, и выводили в прямой эфир практически эту запись. И нам, когда мы задавали вопрос, вот господин Менькин, ваш директор, он где сейчас? Он в отъезде нам говорил, но он вернется. Он вернулся. Он вернулся. Так и случилось, понимаешь? Хорошо. Это большая программа. Итак, безопасные и качественные дороги на федеральном уровне ты оцениваешь со знаком плюс. Ничего не говоришь про Кировскую область, как она здесь была реализована. Только даешь авансы. А программа «Комфортная городская среда» — это тоже большой плюс? Это большой... Ну, как она реализовалась в Кировской области, это большой минус. То есть, дороги лучше реализовывались, чем комфортная городская среда? Да, конечно, да. Комфортная городская среда, во-первых, мы зашли в эту программу очень криво и косо, да. Как и в этом году тоже. Как и в этом году мы пытаемся зайти в нее, непонятные какие проекты, а если совсем проекты, какие-то схемы, да. Мы пытаемся благоустроить дворы за федеральные денежные средства, да. Но при этом все проекты делаем на коленке. Ну, что это такое? Как это может быть? И в данной этой ситуации виновата это не федерация. Она разработала программу, она эту программу отпустила на низа на сегодняшний день. Вот. И в итоге виновата это та администрация, которой у нас этой программой занимается. Те люди, которые вовремя не сработали. Те люди, которые вовремя не проконтролировали. Конечно, у нас практически... Господин Перескоков был виноват. Наверное. И его команда? И его команда, по сути. Они были виноваты, потому что так криво мы зашли в эту программу. И это не мои обсуждения на сегодняшний день. Это результаты проверки прокуратуры. Они, дословно, в последней информации, в СМИ, которая информация была, 50% программы, это авансом сейчас на сегодняшний день, всем подрядным организациям сделано. Ну, как это может быть? Какой аванс? О чем мы с вами разговариваем? О каких моментах-то? Это люди, которые сейчас живут в дворах, которые недоделаны, либо некачественно сделаны, либо еще чего-то. Ну, так не должно просто быть. Я надеюсь, что новый глава администрации этот посыл он услышит. И в 2018 году эта же программа будет существовать. И сейчас, на сегодняшний день, опять же, нет пока хороших проектов не везде. Надеюсь, что эти проекты будут и более качественно будут выполняться те работы, которые выполнялись. Потому что, ну, часть торгов отторговывали в сентябре, в октябре месяце, когда уже снег выпадает, а они только начинают во дворах что-то копошиться что-то делать. Но это неправильно. И в данной ситуации я считаю, что для города Кирова комфортная городская среда. Программа хорошая, но отработали мы ее плохо. Вот я сейчас прямо пишу, параллельно записываю за тобой твои оценки, потому что завтра к нам приходит в час дня Илья Вячеславович Шульгин. И мы, конечно, его спросим, как он оценивает реализацию обеих этих программ в этом году в городе Кирове, и как мы входим в будущий год. Обязательно я обещаю прямо тебе, что... Конечно, нам надо учиться на этих ошибках, конечно. Мы постоянно учимся, учимся, учимся на ошибках, да. Нам надо смотреть кадровую политику. Даже вот опять я сейчас так задумался, Андрею Юрьевичу не стало. Грубо, да, уехал, не стал он, но уехал, да, он уехал. Но люди-то, которые работали с ним, они-то остались. Так всегда глав снимают или перемещают на какое-нибудь новое место симпатичное. А исполнители-то остаются. А исполнители остаются. И в данной-то ситуации, что я могу сказать-то? Вот надо сработать с той командой, которая сейчас работает в Дирекции Дорожного Хозяйства, да. Они же составляли, например, эти же аукционы по содержанию уличной дорожной сети. Это я, Андрей Юрьевич, я не думаю, что он там сидел и писал эти аукционы. Там четко прописаны исполнители, да. И мы эти аукционы читаем и опять же пишем жалобы. Так почему так мы... Почему либо кто-то не учится на ошибках, либо кому-то это неинтересно, либо они привыкли, ну ладно, напишут жалобы, ну ладно, отменят, ну ладно, запомнят. Это только в Дирекции Дорожного Хозяйства такое? Нет, ну я просто на своих примерах сейчас рассказываю. Да, понятно, что это из комфортно-городской строительства. Ну вот это такая жара. О озеленении. Это везде. О муниципальной собственности, не в управлении, а в тех, кто... Люди должны отвечать. Вот я сегодня ехал и читал новость там на федеральном уровне, что вышел сотрудник СК, который работает сейчас в Роснефти, да, за какое-то там дело, сегодня задержали, ну грубо задержали, да, так это последствия. Он же уволился, спустя там полгода его задерживают. Так их так же надо задерживать за те моменты, которые они не сделали. Если нашли поступок... Сказание должно быть неизбежно. Конечно. Нельзя ссылаться на то, что это было до меня. Покажи пальцем, кто... Конечно. А мы же постоянно, они пытаются перекидывать, говорят, это был тот начальник, тот директор, либо руководитель. Так спросите с него. А он сейчас на новом месте. А он на новом месте. Его никто не трогает, он дальше работает, да. Так нет, его надо задержать и спросить с него, а почему он выдал, например, тоже разрешение на строительство. А как ты думаешь, такое будет? Я надеюсь, что такое будет. Потому что, ну почему-то же кого-то задерживают по каким-то уголовным делам, и без разницы, что он сейчас уволился и сейчас работает в другой компании, да. Так почему же с чиновниками так не поступать? Вот еще один, значит, вопрос, который хочу тебе задать уже от себя, потому что разноречивые оценки этого события, это уход авиакомпании «Победа» с юрейсами в Москву и с Победилово. Правительство оценивает этот уход со знаком «плюс». И вот Игорь Владимирович тоже говорил, что это «плюс», потому что «Победа» компания, которая ведет себя некорректно, мягко так скажем, он крепче выражался. А слушатели, которые сегодня звонили, они однозначно оценивают уход «Победа» со знаком «плюс». Я как человек, как гражданин, который платит, платит за железнодорожные билеты, платит за самолет, я считаю это знак «минус», потому что мы платили. Мы платили меньше, мы летали чаще, я на своем примере могу сказать, я летал чаще в Москву, даже на какие-то мероприятия, потому что это за свой счет, я понимал, там есть какой-то форум или какое-то хорошее мероприятие, я понимал, сколько я могу потратить денег, и я летел туда, потому что я мог это позволить себе. Сейчас, на сегодняшний день, я некоторые мероприятия просто не летаю, потому что это накладно становится. Мне не оплачивает ни организация, мне не оплачивает это ни бюджет, я плачу из своих заработанных денежных средств. И я сейчас летаю меньше. Для меня, например, на сегодняшний день, так как я не могу пообщаться с кем-то, либо приехать на какое-то мероприятие, для меня это знак «минус». Мне не оплачивает бюджет никакие дороги. Если кому-то бюджет оплачивает, либо какие-то организации, то это замечательно. Они могут себе позволить и за 5, и за 10 тысяч летать. Но я как гражданин, и все ваши слушатели, такие же люди, которые платят за своего кармана, которые они заработали, для них это минус. И для нас чем дешевле, тем лучше. А параллельно мы наблюдали картину, РЖД подняла цены на билеты. И в поезде стало дороже ездить. Потому что они же тоже, у нас рынок такой, они видят, что дешевле нету. Ну почему бы не поднять на 10-15% и все. И человек платит, а ему ничего не остается. Либо садиться на машину и 12 часов до Москвы. А ты знаешь, я так и не поняла, какие задачи перед нашим аэропортом стоят на будущем. На сегодняшний день задача, мне кажется, просто выжить. Одна задача у них стоит. Просто выжить и меньше из бюджета денег взять. А задача на развитие и на дальнейшую перспективу, пока таких задач не стоит. Потому что, если он, министр транспорта, говорит, что аэропорт на сегодняшний день убыточное предприятие, и все, то задача развивать, значит, не стоит для нового руководства. Хотя мы наблюдаем там соседние регионы. Да, я могу предположить, что мы никогда не будем летать там за границу с нашего аэропорта, только по той причине, что у нас там рядом Казань, большой международный аэропорт. Мы вполне устраивали стыковочные рейсы. Да, у нас вполне устраивают стыковочные рейсы. Мы вполне... Ну, есть мои... Судя по тому, что слушатели сегодня рассказывали. Есть мои знакомые, которые летали в Германию, еще куда-то, в Кирово. За 10 тысяч туда? Да, они летали за 10 тысяч. Потому что билет в среднем по 2,5 тысячи. Потому что удобно было. Потому что были удобные стыковочные рейсы. Ты покупаешь здесь билет, и ты уже там через 6 часов, ты уже в Германии, например. И все, было удобно. Сейчас, на сегодняшний день, я последний раз, чтобы слетать в Крым, вот недавно летал, ну, стыковочные рейсы искали, да, то там примерно по 14, по 12 часов надо было сидеть в аэропорту. А деньги? Да, и деньги. Пришлось брать дороже, чтобы 14 часов не сидеть в аэропорту Домодедово. Да, и мы отсидели там 2-3 часа, 4. Ну, это опять же накладно. Либо... Слетали в Крым как 5 раз? Ну, да, да, да. Слетали дорого, ну, куда деваться, по работе пришлось. Но суть в том, что на сегодняшний день мы практически не выездные из Кировской области. Вот это надо понимать. Да, в Москву часто самолеты стали летать. Да, удобно, можно так сказать, временные параметры и все. Но накладно. Но накладно. Честно, накладно. И я это понимаю. И я меньше, например, стал летать последнее. Вот в этот год. Последнее, я успел слетать еще в феврале, там, на последнем... Как говорится, я успел в феврале слетать. За праздничный в последний самолет. Да, в последний самолет. Я утром прилетел, вечером обратно вернулся. Было очень удобно. И я потратил, честно, потратил на полет туда-обратно порядка там что-то около 4 тысячи рублей, да. Туда-обратно по 2, да. Когда я тут сейчас летал в Москву... Ну, сами понимаете, вы летаете, вы знаете. А проблема еще в том заключается, Кость, что, к сожалению, Победа это такой монополист на рынке лоукостеров в Российской Федерации. Согласен. Ну, давайте... Вот я не хочу, как бы, конечно... Да, это другая тема. Мы с вами берем Победа, Победа, Победа. У нас есть другие лоукостеры. Просто вот большое пожелание на следующий, на 2018 год к правительству, к Министерству транспорта. У нас мы не сошлись на Победе. Мы просто примером делаем Победу на сегодняшний момент. У нас есть другие лоукостеры, которые там в этот же Симферопро летают очень дешево, да. Можно же с ними начать диалог. Может быть, завести других лоукостеров, которые сейчас развиваются в стране. Вы только скажите, с кем вы работаете сейчас, прорабатываете с кем вопросы, кто это делает. Посмотреть, а не делать акцент там на саратовских авиалинах, еще на каких-то компаниях, да. Есть другие лоукостеры. Я готов там платить за багаж, либо еще как-то, но при этом лететь дешевле, потому что мне это выгодно. Но в данной ситуации приходится удовольствоваться, чем все есть, но это очень плохо. Да, вообще хотелось бы, чтобы четко обозначили планы. Не в общем, а конкретно. Да, вот это большое пожелание. И еще раз говорю, что мы на победе не сошлись. Будет другой самолет выгодный, значит, пусть другой летает. Пора, уже год прошел. Ну да, уже надо. Да, у нас остается две минуты до перерыва. И еще один с моей подачи вопрос, а потом ты за свой список тоже примешься. А ситуация с разрушением, которая сейчас происходит с командой, профессиональной командой Родины, как-то оцениваешься? Трагедия. Я говорю, это опять же минус, опять же трагедия для всей области. У нас, да, массовый спорт это хорошо. Да, это все замечательно, но мы должны за кого-то болеть. Мы должны, как говорится, кем-то гордиться, за кого-то болеть. И ходить на стадионы, собираться, смотреть. Но почему-то нам приходится ехать в Казань и болеть за Казанский Акбарс. На классном стадионе. Да, на классном стадионе, да. Приходится ехать на футбольное поле и болеть за Рубин, да. Но при этом мы не можем поболеть ни за одну, за нашу хорошую команду. Да, и сказать что-то так гордо, что вот она у нас там вышла куда-то, в какой-то там полуфинал или еще куда-то. Потому что слово на сегодняшний день Родина, это как-то, знаете, уже в последнее время становится даже немножко неприятно. Потому что столько негатива идет про Родину, да, что лишний раз не погордиться нигде, где-то в другом регионе. Почему же там погордиться-то? Только прошлыми победами. Вот. И в данной ситуации, да, конечно, массовый спорт надо развивать, надо привлекать больше-больше. Но профессиональные команды, я сам из Кировича Песка, и мы раньше очень сильно гордились там Олимпия. Это может Олимпию все-таки возродить они будут. Они все в одной ситуации сейчас находятся. Нет, они все в одной ситуации. Вот мне лично без разницы, будет это Олимпия, будет это Родина. Но я считаю, что... Пускай будет профессиональная команда ледолазов. Да, пусть даже. Но мы должны за кого-то болеть, мы кого-то должны поддерживать. Я правильно тебя поняла? Не конкретно Родина тебя волнует, а что профессиональный спорт наш не блистает никакой? Да, у нас на сегодняшний день совсем нет профессионального спорта. Я просто наблюдал, как Олимпия утихала, да, и на сегодняшний день мы про нее практически не слышим, что есть. Хотя такой ледовый дворец отгрохали за колоссальные деньги, его долго-долго строили. И говорили, что там весь Кирович и Песк, вся область будет ходить болеть за Олимпию. То есть это не помогло. Это не помогло. И с Родиной то же самое. С Родиной такая же ситуация. С Динамо то же самое. Это значит, что людям это не нужно. Ну, либо привлекать на сегодняшний день коммерческие структуры, чтобы им это было интересно. К чему их привлекать? Чтобы поднимали. Сколько химкомбинат в Олимпию вкладывалось? И что? Значит, плохой менеджмент. Может, померла, так померла. Может, менеджмент плохой. Да не может быть. Вот я не верю. Просто либо надо работать над менеджментом. Хоть бы она уже померла, говорят, это Родина. Опять начнутся на счастливые деньги. Ты понимаешь? Ты видел хоть одного бизнесмена, который сказал бы, я, короче, беру эту профессиональную команду, я ее финансирую, я на ней буду зарабатывать или просто тешить свое самолюбие, и я ее выведу. Ты хоть одного такого Кировского можешь? Я могу рассказать очень хороший пример. Давай, после перерыва, через полтора минуты. Проглашается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает члены Российского народного фронта Константин Светчихин. И пример хотел, Костя, это перевести перед перерывом. Напомню, что мы говорили о смерти или жизни профессиональных команд. Опять, хороший пример о смерти или жизни. Это, опять же, Республика Татарстан. Казань, там была казанская динамо. Если кто за хоккеем с мячом наблюдает и давно наблюдает, он хорошо видел, как эта команда в своё время очень хорошо играла. Там и чемпионом была, и первые и вторые места занимала. Но потом в один момент, а это было в 2016 году на чемпионат, она спустилась тоже, ну, конечно, лучше, чем Родина-то, но, по крайней мере, спустилась в пятые и шестые места. А почему? Потому что всех профессионалов попросили уйти тогда из этой команды и решили возродить, ну, как на местном, с местными спортсменами, молодыми. Думали, что, по примеру, там, Енисей, они со своими спортсменами возродят данную команду, и она там через год, через два станет на уровень. Но это не получилось. Да, молодые спортсмены, они нужны, но они должны за кем-то тянуться. И тянуться они должны за профессионалами, которые играют в этой команде. А если их там 10 человек молодых, и один из них более-менее как-то, как-то играет, да, то... Ты к чему сейчас? Я к тому, что всё равно на сегодняшний день, если мы хотим возродить что Олимпию, что Динамо, ой, что Родину на сегодняшний день, что Динамо в футбол, нам нужно привлекать профессионалов, и нам надо будет на них тратить деньги. Без этого никак. Либо растить своих... Кому нам-то? Правительству, спонсорам. То есть из бюджета? Деньги на профессионалов? Либо бюджет, либо... Я же вначале про что говорил? Про спонсоров. Почему вы говорите, вот спонсоры, спонсоры, спонсоры? Ты будешь тратить деньги на профессионалов? Я не смогу, я не настолько... Вот так вот. А почему ты решил, что другие безусловные хотят на них тратить деньги? Нет, в данной ситуации мы с вами обсуждали, надо, не надо. Правильно? Если мы хотим, то надо будет искать спонсора правительства. Ты хочешь? Я хочу, чтобы кто-то заплатил деньги, купил тебе профессионалов. Я хочу, чтобы за кого-то болеть. Я хочу, чтобы за кого-то болеть. Болей за профессиональные команды. Ну, я и болею сейчас за Акбарс на сегодняшний день, да? И если у нас не будет Родины, не будет Олимпия. Тогда зачем мы тратим такие колоссальные деньги на строительство хоккейных коробок, либо еще чего-то для детей? Ну, хорошо, пусть. Ну, в общем, тебе ситуация не нравится. Мне очень она не нравится на сегодняшний день. Ты не видишь результатов принимаемых решений. Я на сегодняшний день считаю, что нам надо либо возрождать, либо оно и оно. Все, принять решение. Да, хорошо, все. Мои вопросы практически все закончились, кроме одного. Но, может быть, ты сам его поднимешь. Пожалуйста, еще события со знаком плюс, со знаком минус в нашей области и городе. Ну, конечно, хорошо, что у нас сейчас есть губернатор. Вот, смена областной городской власти. Да, это хорошо. Теперь мы знаем. Хорошо, что вообще есть губернатор. В принципе. В принципе, сейчас есть губернатор, и мы его избрали. Или вот этот конкретно губернатор. В принципе, что мы избрали губернатора, Игоря Владимировича, на сегодняшний день. Человек, который готов работать и готов работать на благо области. А время покажет. Хорошо, что на сегодняшний день мы видим твердую... Поберите телефон, пожалуйста. Твердую... Я на вы прям официально к вам обращаюсь. Твердую руку администрации. По крайней мере, Илья Вячеславович на сегодняшний день очень жестко занялся за подрядной организацией, которой содержанием уличной дорожной сети занимаются. И надеюсь, что это не остановит его. И он будет так же жестко... Что именно он остановит его? Ну, понимаете, мы с вами наблюдали не первый раз уже, когда там... И товарищ Перескоков начинал очень бодро и ясно, да. Но потом как-то это все... Вот как-то так это все спустилось. Я надеюсь, что Илья Вячеславович будет в том же духе продолжать свое... Нет, нет, нет. Со своей позиции он будет... То есть приход Васильева тебе нравится со знаком плюс. Приход Шульгина ты тоже оцениваешь как отличительное событие. Я тоже оцениваю со знаком плюс. Но ты как-то об этом так говоришь очень осторожно. Есть ведь какие-то у тебя, видимо, тоже опасения. Что может помешать эффективно исполнять свои обязанности? Вера у меня в последнее время, может быть, во все вот эти изменения, она не настолько сильна, потому что я не вижу каких-то глобальных изменений ни в области, ни во власти, нигде. А связанно с чем ты считаешь? Ну, я думаю, что, по крайней мере, очень часто все меняется. Человеку надо, во-первых, переработаться из этого на сегодняшний день... Только срок? Только срок ты считаешь, Илья Вячеславович? Да, конечно. Во-первых, срок. Во-вторых, надо работать с командой, с менеджментом в команде, искать новых людей на сегодняшний день. Те, которые будут по-новому смотреть на многие вещи. Менять не только наверху, но и в низах. Почему? Потому что... Кадры решают все. Кадры решают все на сегодняшний момент. Одно дело мы меняем наверху, но при этом люди... Вот и опять же, дирекцию дорожного хозяйства, мою любимую, буду приводить пример. Мы Андрей Юрьевич, не Андрей Юрьевич, еще кто-то. Но штат-то сотрудников, он никуда не делся. И вот они как работали в своем непонятном темпе, как работали в том качестве, в котором они сейчас работают, да. Их никто... Они не поменяются. Они привыкли жить вот в этом небольшом мерку, в этой атмосфере, да, в которой они сейчас находятся. Либо на кардинально сносить всех и всяк, либо расформировать, переформировать в другую организацию. Либо мы будем менять постоянно руководителя и жаловаться на каждого руководителя. Он не справился, этот не справился, тот не справился. Нужно кардинальные изменения не только вверху, но и внизу. В кадрах. В кадрах. Да, я согласна с тобой совершенно, что это очень важно. Надеюсь, не поспоришь. Еще события, которые я просила бы тебя оценить, я их взяла из дневного разворота, который сегодня был в нашем эфире. Для меня очень неожиданно было, что несколько человек позвонило и сказало, что приезд патриарха Кирилла, именно его из всех приездов поставленных персон, напоминаю, что было Путин, Медведев, Скворцова, именно его приезд отметили и отмечали люди, которые ходят в Великорецкий крестный ход со знаком «минус приезда». Им показалось, что это было, выражаясь простым языком, показужное мероприятие. Им почудилось, что недостаточно внимания было им уделено, что они не смогли как-то так реализовать свои потребности в этом крестном ходе, как они планировали. А ты как оцениваешь эти события? Нет, это грандиозное событие для вязкой земли на сегодняшний день. Я могу только так оценить его. Прилет патриарха Кирилла. Да, привет патриарха Кирилла на сегодняшний момент. И как уж люди там, кому-то всем не угодишь. И вот те люди, которые звонили, им не угодишь. Кому-то это нравится, кому-то кто-то говорит, что это очень... Если ставят на первое место даже не приезд президента, а именно патриарха Кирилла, значит на сегодняшний день многие говорят, что да, это грандиозное событие для вязкой земли, и наконец-то оно свершилось. А что это нам дало? Вот ты оцениваешь это событие со знаком плюс. Что это нам дало? У нас есть еще время поговорить об этом. Я не могу вам на сегодняшний сказать, что нам дало. У каждого отложилось в своей душе. Тебе конкретно, пожалуйста. Это духовность, понимаете? Это духовность, что нас посетил патриарх. Тот верующий человек, он об этом не будет больно рассказывать. Он в душе своем оставит вот этот плюс, тот бонус, который получился. И он... Ну зачем? Вот сейчас я буду рассказывать, что это мне дано. Для тебя все-таки это было действительно событие. Для меня это событие. Это вдохновленное событие, что нас посетил патриарх. А уж что это мне дало в душе, это я уж оставлю при себе. А у тебя тоже, скажи, в череде вот этих высоких персон, там, да, Кирилл, Путин, Медведев, Скворцов, именно патриарх вот для тебя впечатлил, именно его приезд сюда. Ну, я не сказал, что это для меня на первом месте, да. Нет, я по приезду высоковоставенных персон. Ну, на сегодняшний день, да, для меня патриарх это тоже на первом месте. Именно потому что это вот душе твое трогает. Да, это трогает мой духовный мир на сегодняшний день, да, мою веру, во-первых, да. А во-вторых, я не помню, чтобы он приезжал. А почему же это было в душе? Ну, да, как бы это человек, который приехал, ну, там, ну, вот на моем, как говорится, в веке, да, вот сколько его, я не помню, чтобы к нам приезжал патриарх. Даже пусть не патриарх Кирилл, а другие патриархи были, я не помню лично, да. Может, кто-то помнит, да, но я вот не помню на сегодняшний день для меня, и для многих это такое отражение осталось, да. Вот. А Владимир Владимирович уже приезжал. Да, и глядишь, еще приедет. Да, и глядишь, еще приедет. И хорошо, если он нас будет почаще посещать, мы чаще, мы чище, город будет. По разным улицам русская поедет еще. У нас остается полминутки, чтобы ты смог поздравить наших слушателей, ты с ними встречался очень часто в этом году. Да, спасибо вам большое в этом году. Я очень часто у вас здесь, и надеюсь, в следующем году будет о чем нам с вами поговорить, если слушаете, мы в редакции, да. Конечно, следующий год желаю всем хорошего настроения. Понимаете, чем больше будет позитивного у нас настроения, тем больше позитивного мы будем смотреть на многие вещи. Да, проблем хватает, да. Если кто-то там на юг приедет, там зеленая трава, у нас здесь сугробы, да. Ну, нам надо позитивнее на эти сугробы смотреть. Чем больше позитивного, тем меньше злобы, тем меньше вот этого негатива мы будем отражать в этот мир. Чем меньше негатива, тем больше проще нам будет жить. Потому что всех вятского человека, все время говорят, он такой, не то что озлобленный, а какой-то угрюмый, да. Так нам надо улыбаться. Я понимаю, что... Знаешь, я знаю, как можно улыбнуться про сугробы. Сейчас мы завершим, переносим, 10 секунд осталось. Вот те сугробы гигантские, которые на площади у филармонии сгребают, они всю жизнь там их не вывозят. Такие кучи навальные лежат, и дети пытаются на этих буераках как-то кататься. Сделайте из них, в конце концов, снежные горки. И будет вам улыбка. Конечно, но надо более позитивно. Все будет хорошо. Спасибо. Все будет хорошо. Спасибо. Константин Сычихин, его особое мнение выслушали. На графон работала Светлана Занько. Всем до свидания.